Так, всем доброе утро. 20 мая. Погодка супер. Заезжаем на Минск. С погодкой нам сегодня, конечно, повезло. Час едем, дождь не прекращается. Так, добрались до Минска. Погода так и не наладилась. Дождь как шел, так и идет. Время 6.55. Лучше пораньше приедем и уже там подождем. Нам еще, ну, ехать минут 20-30. Ну что, на месте. Смотри, флакширы Моторс. 8.5 вышел. 8.5. Средний вышел. Ждем открытия. 7.23. Еще нам тусоваться. Минут 30-40. Ну что, все. 8 утра. Пойдем уточнять. Так, ждем Атлас. Поехал на компьютерную диагностику. Это GSK. Это G или GS. S. Руль как у Атласа. Есть, правда, круиз уже. В связи с тем, что коробка автоматная. Тут комплектация слабенькая. Нету мультимедиа. Но зато вот этот уже материал классный. Не такой царапающийся, как у Атласа. Здесь USB. Здесь как у Атласа тоже. Ну, кстати, интересно то, что электробагажник, что ли. Ну, так прикольно такая панель. Ну, тоже полностью как у Атласа. Похоже, только что у Атласа еще климат больше. Более горизонтально. Здесь более вертикально. Перчаточный такой же, как у Атласа. 43, 900. Сколько 20 штук бакса, да? Не, меньше. Меньше. Транс 56 ступка. Цвет такой прикольный, да? Да. В принципе, сзади места так полно. Есть подлокотничек с подстаканниками и даже с обогревом сидений. С двухуровневым. Нормальненько так. Багажник. Багажник. А, ну, багажник. Небольшой. Ну, такое подполье. Тоже глубокое очень. Ну, кстати, тут сантиметра, наверное, 30. Даже выше подполья. Не знаю. Можно было, может, багажник сделать побольше. Побольше. 43 тысячи. Jelly GS. 1,8. Turbo. Ну, везде, кстати, такие вставки. Так, это Call Roy. Ну, это хорошая комплектация Call Roy. Классно, тут панель. Как у самолета. Сзади там полочка. С розеткой. С USB. Ну, там не розетка, как прикуриваете. Две USB-зарядки. Кстати, перчаточный ящик без лифта. Даже в Atlas есть у нас. Монитор такой. Прикольный. Клима, однозонная. Рычаг КПП классно сделанный. Ну, здесь подлокотник. Подстаканник. Вот так, прикольно. Руй классный. Маленький такой, спортивный. Сзади есть подзарядка USB. Есть такой кармашек. Но нету подлокотника. 47 500. Ну, тоже комплектация стандарта. Atlas. 50. 2 500. Это же он тоже в комфорте. Адрес в комфорте, как у нас. Только что. 1,8 turbo. Автомат. А, и круиз есть. А так, в принципе, все то же самое. А это Atlas на максималках. Есть подогревы задних сетей. Тут одноуровневые. Зарядки. Ну, зарядки сейчас у любой комплектации есть. И уже мультимедиа. Немного другая. И, понятно дело, там электросиденье. Все дела. Амгранты. Амгранты. 46 700. Вроде снял с производства, но еще остатки продаются. На автомате. Так, ну что. Время 10.48. Побыли у дилера. Выписали, в общем, дубликат. Сервисный. Вот, дубликат сервисной книги. Автомобиль проходил ТО здесь, на Орловского. На 5, на 15, на 21 и на 43. То есть ТО 4 отсутствует, но неизвестно, где оно проходилось. Пятое ТО делали сами. Плюс по гарантии обновления программное обеспечение делали. И по гарантии менялись тормозные передние диски. Сейчас нам что сделали. По компьютерной диагностике отключили ТПМС. Но там проблемы с датчиком давления в шине. И отключили, сделали сброс вот этих запусков. Это именно считывало там панель приборов. Но немного пришлось подождать. Пару часов гарантии. Да, написали начало гарантии и окончание гарантии. Это 4 года, либо 100 тысяч километров пробега. Инженер по гарантии сделал осмотр. И пообещали сегодня отправить документы на завод. И пару дней и ответ должен... Вернее, отправить запрос на завод. И через пару дней ответ должен прийти. Ну, вроде как все должно быть нормально. Менять стекло, сказали, на Маяковского. Если что, будем. Все, поехали мы дальше. Ну, кстати... Нормально в сути. Да, приветливо встретили. Вообще понравилось. А, заплатили сколько мы за сервис? Ну, 20 рублей заплатили. Итак, за компьютерную диагностику отключения ТПМС-40 с копеечками. И плюс купили два недостающих колпачка на болты колесные. На гайки колесные. Или болты? На гайки. Ну, там копейки какие-то. 3 рубля. Да, 3 рубля. Все, поехали мы дальше. Так, ребят, позакрывали все рабочие вопросы и приехали на Убаревича 99 в магазин, чина-деталь. Глянем какие-нибудь запчастюльки на Атласа. Ну, в плане поменять. Меняли правый, передний ступичный подшипник. Сейчас возьмем с другой стороны, может, поменяем. Не надо на схождение съездить. Так, побыли в магазине. Взяли подшипник. Кимика. Стоит. 43 рубля. 20 копеек. Ну, не знаю, ребят сказали, что по качеству лучше, чем патрон. Посмотрим. Так, все, полетели мы. Вот она, Убаревича 99. Здесь этот магазин запчастей, чина-деталь. Чина-деталь, бай. Все, поедем перекусим на заправку и домой. Так, заехали, перекусили. Вот сюда, сервисный центр МАСы, тоже на выезд из Минска. Поедем сейчас. Бляха, ветер. Кофе-магазин, заедем сейчас. И едем домой. Так, ребят. Смотрите. Сейчас вам покажу. Включаем зажигание. Все, видите, не происходит. Раньше писал там, у вас осталось 7 запусков двигателей. Сейчас этого ничего нету. И если заводим автомобиль. Вот, ТПМС, система отключена. А раньше по ней горела ошибка и значок ТПМС светился. В общем, отключили эту функцию. Она может быть функцией полезная, но нам сто лет она не надо. Какая там проблема? Там проблема по датчику давления. Он стоит порядка 130 рублей. В принципе, можно было это сделать, но это надо датчик брать. Перебортировать с его либо на шиномонтаже до нас. Либо обломали машину. Ну, автомобиль покупали с этой проблемой. В общем, пока ничего не светится. Заехали, в общем. В Грин. Уже на выезде. Немножко затарились. Сейчас заедем на заправку. И полетим домой. Ну, вот по Минску мы ездили. Сюда ехали был 8,7, средняя. Но это скорость 120-130. По Минску покатались. Средняя 9,2. Все, поехали до заправки. Так, все, заправились. С погодой. С погодой сегодня везет. Все, снимаем куртку. Погода трындец сегодня, да? И что-то не заправили. Так, время. 15.42. Почти добрались до дома. Спалили. Ну, назад как-то экономнее намного. 95-й бензин заправляли. Сбивал по нулям. Сейчас. Вот. 3 по 9. Вот по нулям сбивали. То есть, средний расход вышел 7 литров. На это ехал, в принципе, так. 120-130, а потом уже 110-120. В принципе, поездка выдалась удачной. Все, это вторая часть по стеклу. Потом выйдет третья. Продолжение следует...